Девочки, всем привет! Сегодня я к вам в новом видео, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новинках Белор Дизайн. Под моим предыдущим видео я спросила вас, какие из косметических новинок, которые я вам показала, заинтересуют вас больше всего, и большинство из вас проголосовали как раз-таки за туши от Белор Дизайн и также за их румяна, поэтому в этом видео я покажу вам одну из двух тушей и также два оттенка румян. Тушь для сегодняшнего видео я выбрала коричневую, потому что она меня очень-очень заинтересовала. Линейка называется Maxi Color, и, как я вам сказала, это второй оттенок шоколадный. Что же касается румян, два более контрастных оттенка я выбрала для того, чтобы вы смогли их лучше разглядеть. Это тон номер 101 и тон номер 104, то есть 102 и 103 тон мы с вами протестируем чуть попозже. Итак, давайте начинать с туши. Тушь в коричневой упаковке и сама тушь также имеет коричневый цвет. Здесь удобный силиконовый аппликатор, который немножко загибается, очень удобная силиконовая щетка, точно такая же щеточка у этих же тушей, но в синем цвете. Я уже тестировала тушь в синем цвете где-нибудь, вставлю подсказочку, можете посмотреть. Очень понравился мне и оттенок туши, и как она наносится, и по стойкости, и потому что она не осыпалась, не отпечатывалась, никаких вопросов у меня не вызывало. Поэтому сегодня посмотрим, как поведет себя коричневая тушь. И, кстати, я уже отмечала в прошлом видео, отмечу и в этом, что у этих цветных тушей от Белород Дизайн огромный объем. Здесь 12,3 мл, то есть это практически в два раза больше, чем в некоторых таких тушах в тоненьких упаковках. Итак, давайте наносить. На глазах у меня чуть-чуть нанесены тени нейтральные, чтобы не отвлекало ничего у нас от сегодняшней туши. И давайте пробовать смотреть, как эта тушь будет смотреться в один слой. И далее, естественно, попробуем нанести ее уже в два слоя. Так, девочки, возвращаемся к туши. Смотрите, глазик с тушью и без туши. Тушь дает неплохое разделение, как и предыдущая тушь в синей упаковке. Очень классно разделяет реснички. Прям ресницы к реснице, ничего у меня не сбилось, на концах никаких нет комочков. Также неплохо можно реснички с помощью этой кисточки подкрутить. Что касается коричневого цвета, то цвет действительно коричневый, это не черная тушь. И, как мне кажется, очень выгодно смотрится на зеленых глазах, потому что именно зеленый оттенок в моих глазах становится гораздо более зеленым, чем обычно. Этим мне однозначно тушь нравится. Так, сейчас давайте я попробую нанести эту тушь уже на второй глаз, на второй века, и показать вам, как она смотрится одним слоем. И, естественно, мы с вами ее наслоим, потому что чаще всего я наношу туши именно в два слоя. И посмотрим, как эта красавица будет смотреться уже в два слоя. Готово опять. Чуть-чуть я намазала, но, тем не менее, давайте еще приближусь. Так мне хочется, чтобы камера передала именно коричневый оттенок. Он действительно шоколадный, шоколадно-такой молочный шоколад. Не темно-коричневый, который неразличим, который не отличить от черного, а именно такой насыщенный шоколадно-коричневый. Очень нравится оттенок, очень нравится, что мои глаза позеленели. Я обожаю, когда зеленый оттенок выходит вперед. Так, сейчас опять уберу то, что намазала на века. Но вы видите, что, в принципе, очень удобно работать с этим аппликатором. И для моих навыков, не самых лучших, это достаточно удобные аппликаторы, достаточно удобные силиконовые кисти, потому что обычно гораздо хуже. У меня обстоят дела, поэтому да. Что касается аппликатора, также мне подходит и нравится. И давайте приступать к нанесению туши вторым слоем. Немножко сниму чуть больше остатки, чтобы у меня никаких комочков нежелательных не образовало. Смотрите, насколько податливый здесь силиконовый аппликатор. Он мягкий и очень удобный. Так, вроде бы все лишнее собрала. И давайте наносить. И вот что у нас в конце концов получилось. Вот так выглядит тушь уже в два слоя. Очень длинные ресницы, согласитесь, прям длина-длина. Что касается объема, мне кажется, объема тушь дает меньше. Но вот разделение и длинные такие кукольные реснички, это однозначно самое оно. Очень красивый коричневый оттенок. Я все надеюсь, что камере удастся передать, что он коричневый, что он не черный, не серый, не непонятный, а именно красиво коричневый оттенок. Как всегда, всю информацию про то, будет ли тушь осыпаться в течение дня и чем ее можно смыть, будет ли она отпечатываться, либо нет, я где-нибудь вот здесь вставлю. Что касается моего мнения, моего первого впечатления, мне однозначно понравилась тушь, мне понравился цвет. И вы знаете, если мало-мальски давно смотрите мой канал, что в первую очередь я люблю туши, как раз-таки направленные на удлинение, на разделение. Объем уже второстепенная вещь, поэтому тушь мне понравилась очень и прям хвалю и рекомендую, если вы любите коричневые туши, если хочется чего-то новенького, но не экстра, потому что цвет все-таки приятный и он не яркий, не вызывающий. Он очень-очень красивый, шоколадный и, мне кажется, издалека даже не сразу можно рассмотреть, но вот сблизи очень что-то интересное и красивое, необычное получается. Поэтому, да, если любите такие оттенки, то смело могу вам ее рекомендовать. Так, девочки, двигаемся дальше, давайте переходить к части с румянами. Как я вам сказала, два оттенка я вам сегодня покажу, опять-таки, в собочах и покажу вам их на себе 104 тонн, вот этот поярче розовый и более спокойный и более персиковый тон номер 101. Давайте с персикового оттенка начнем. Румяные называются Velvet Touch. Также есть пометка о том, что это soft texture, то есть здесь мягкая текстура и действительно, смотрите, они очень мягкие, прям очень. В этих румянах, опять-таки, сатиновое покрытие, они не полностью матовые и здесь есть совсем маленькие такие цветоотражающие частички, думаю, что вам они также должны быть заметны. Давайте покажу вам вот здесь вот, для чего он красивый, о-ла-ла. До чего он хорош, до чего он красивый. Давайте еще ближе покажу. Какой красивый оттенок. Так, и давайте будем его наносить. Все, что касается атласного сатинового финиша, это мой любимый финиш во всех продуктах, и в пудрах, и в румянах, и в бронзерах, и в тональных основах. Очень хорошо румяна набираются на кисть, я прям не ожидала, поэтому стряхну остаток. Естественно, я буду наносить румяна гуще и больше, чем я это делаю обычно, для того, чтобы именно оттенок вам лучше можно было рассмотреть и передать. И давайте с правой, получается, стороны их наносить. Вот если есть летний оттенок румян, то это однозначно летний оттенок румян, который у меня ассоциируется с летом. Давайте еще немножко. Здесь золотистые частички, внутри, не знаю, будут они вам заметны, либо нет, и они очень классно отражают цвет. И действительно вельветовое сатиновое покрытие. Полупрозрачно они ложатся, однозначно их можно наслаивать. Вы видите, что я не жалела румян, и они у меня не легли какой-то матрешкой непонятной, а легли именно приятным ровным слоем. И, как мне кажется, не смотрятся они слишком броско. Но при этом, естественно, можно их наслоить еще больше, набрать еще гуще, и будут смотреться еще ярче. Так, следующий оттенок. Давайте я сначала, вот у меня полотенце лежит, очищу кисть от предыдущего оттенка румян. Кисть у меня вот чистенькая снова стала. И давайте переходить к оттенку под номером 104. Он уже очень яркий, он уже такой сочный, малиново-розовый оттенок. И, опять-таки, мягкая, нежная консистенция. А в этом оттенке уже меньше есть светоотражающих частиц, он более матовый. По крайней мере, по моим визуальным впечатлениям и по визуальному восприятию. Этот оттенок должен быть более матовым, хотя, смотрите, набирается вообще классно. Давайте делать сводч. Давайте я его положу и сделаю вот здесь рядом сводчи этого оттенка. Здесь у меня обошли косточки мои. Так, смотрите, уже однозначно уходит в розовинку. И, как мне кажется, он тоже сатиновый, но чуть менее сатиновый. И здесь меньше уже вот этих светоотражающих частиц. Но в самом оттенке, естественно, здесь побольше пигмента, потому что оттенок очень яркий. Красота, очень красивые оттенки у этих румян, просто прелесть. И давайте наносить теперь на нашу кисть, опять-таки, набирать. Сейчас посмотрим, как они будут набираться. Смотрите, отлично набирается все. Так как здесь яркий оттенок, я еще больше буду его стряхивать. И давайте наносить на щеки. И обычно я румяна чуть дальше притягиваю. Смотрите, в один слой. Здесь такой розоватый оттенок, он уже более заметен, потому что он более яркий. Но в то же время, опять-таки, настолько нежно румяна ложатся, что это просто какой-то капец. Извиняюсь за выражение, но это прямо что-то с чем-то. Еще наберу для наглядности. И вот он, наш 104 оттенок, уже розовенький. Опять-таки, старалась нанести его в достаточном количестве, чтобы вы могли рассмотреть сам оттенок. Но я думаю, что заметно, насколько здесь более персиковый нежный. И здесь чуть более яркий, насыщенный, розоватый такой малиновый оттенок. Так, девочки, и давайте делать выводы. Давайте я вам расскажу свое первое впечатление. Что касается туши, я вам все уже рассказала. Тушь однозначно мне очень понравилась. Вообще, я люблю цветные туши в последнее время, но они ярко цветные, розовые, зеленые, какие-то непонятные. А вот что-то темно-фиолетовое, темно-синие, вот такие шоколадные оттенки мне очень нравятся. И только такими тушами на повседневной основе. В последнее время я пользуюсь. Что касается румян, то у меня есть несколько замечаний по поводу вот этого оттенка. Мне кажется, его можно спокойнее использовать, если вы не любите хайлайтер, если вы любите только румяна. Он так подсвечивает классно скулы. Если его чуть выше нанести, то он прекрасно будет отражать свет. И будет такой румяна-хайлайтер, продукт два в одном, скажем так. И при этом это будет не вычурно, при этом это будет не броско. Потому что здесь явно нет шиммера, но вот это атласное сатиновое освещение, сатиновое сияние. Очень неплохо скулы подсветят. Что касается этого оттенка, оттенка номер 104, он однозначно уже поярче. Его сразу заметно, но вы могли наблюдать. Я нанесла румяну в два слоя, у меня матрешка не получилась. Мне кажется, смотрятся достойно, они более холодные. То есть здесь все на ваш выбор, на ваши предпочтения. Плюс, естественно, все зависит от вашего оттенка кожи. У меня сейчас загорелая кожа, поэтому вот этот оттенок чуть менее заметно смотрится на мне. Этот же оттенок смотрится уже заметно, его видно на лице. Поэтому да, еще нужно учитывать и эти моменты. Также, что касается производителя Belor Design, я не могу не отметить в очередной раз то, что они делают нормальные человеческие упаковки. Пускай это пластик, но здесь все как надо. Здесь все закрывается, здесь все открывается. Здесь есть защелка. Вся информация, все аккуратненько прописано. Просто люблю и уважаю, и еще раз хочу за это похвалить. Отличная упаковка за бюджетную стоимость. Как вы видите, можно создать и нормальную упаковку, и при этом классный, достойный продукт. Так, девочки, на этом я буду заканчивать свое видео. В следующем видео мы с вами протестируем два оставшихся оттенка румян. Также, естественно, вы меня просили показать вам трио-палетку для скульптурирования, контурирования, в которой также есть румяна от Belor Design, Scalpting Trio, она называется, и сравнить оттенок румян, который есть в этой палетке, с оттенками, которые представлены в новой линейке. Обязательно в следующем видео мы с вами этим и займемся. Я вам покажу как два новых оттенка, так и сравню тот оттенок, который есть в палетке, с четырьмя оттенками, которые вышли сейчас. На этом точно буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, то не забывайте подписаться на мой канал. Также поставьте мне пальчик вверх. Это очень и очень поможет моему каналу в развитии, и мне будет очень приятно. Скоро увидимся в новом видео, и всем пока-пока, до новых встреч!